Привет, друзья! Вот сегодня я решил заняться темой, как можно снять радиатор печки без снятия торпеды. Тема довольно постребованная. То есть, часто случается, что не греет печка и нужно заменить радиатор. Иногда на определенных марках автомобилей бывает, что радиатор печки никак невозможно заменить без снятия торпеды. На некоторых марках снимается довольно легко. А на некоторых марках автомобилей можно снять радиатор печки, но нужно знать маленькую хитрость. И вот я сейчас покажу вам это и, наверное, некоторым поможет этот видео. Нужна всего лишь голова на плечах и маленькая сообразительность. Даже блондинка справится. Итак, как снять и заменить радиатор печки без снятия панели торпеды? По своему опыту скажу, что, например, на машинах Golf старого семейства, заменить радиатор без снятия торпеды невозможно. Я сам снимал и есть об этом у меня видеоинструкция. Ссылку оставлю ниже, под видео. Кому интересно, смотрите. Правда, я где-то читал, что кто-то снял радиатор без снятия торпеды на Golf. Но я вам не советую сделать это, потому что радиатор печки там распорожен в таком месте, что сделать это будет очень и очень трудно. И лучше вообще разобрать торпеды. Я не знаю, как на новой Golf 6 и Golf 7 расположены радиаторы печки под торпедой, но могу сказать, что у меня CC 2009 года и радиатор снимается очень легко. Наверное, и на новых Golf'ах тоже так и немецкие инженеры догадались, как установить радиатор так, чтобы легко было ее снимать. Вот мой совет. Сперва, чтобы определиться, снимается или нет радиатор, нужно снять обшивку около педалей. С одной, или может понадобиться сняться тоже с другой стороны. Вот на примере Volkswagen CC показываю. Я уже два раза снимал радиатор, и можно это сделать всего за часа. И на Passat P6 тоже такая конструкция. Снимаем обшивку на Volkswagen, BMW или на Mercedes и наблюдаем, как расположен радиатор. Не исключено, что понадобится еще снять какую-то пластмассовую деталь или что-то еще. Но сделать это лучше, чем разобрать всю торпеду. Тут, например, сразу видно, что можно заменить радиатор без снятия торпеды. Потом наблюдаем и смотрим на трубки. На CC, например, трубки разодняются, и радиатор потом снимается легко. Как это сделать, есть у меня об этом видео, и ссылку оставлю ниже. Чтобы легко было разъединить трубки и вынуть оттуда радиатор, есть маленькая хитрость, которую нужно знать, и без этого не получится. Под капотом есть маленький болтик, который обязательно нужно открутить, и потом эти трубки легко разъединяются. Это, например, в Volkswagen CC, а на BMW, на Mercedes или на другие машины, ну, есть, наверное, там другое хитрость. А вот на многих японских машинах тоже можно снять радиатор без разборки торпеды. Тоже имеется опыт. Недавно на RAV4 заменили радиатор, но там чуть посложнее, и нужно применить секретный лайфхайк. Есть об этом видео, и ссылку оставлю ниже, кому интересно. Вот смотрим, когда уже определили распоряжение радиатора, потом смотрим трубки. На некоторых машинах, особенно на японских, радиатор теоретически можно снять, но трубки там не разъединяются. Потом в интернете нашли, как это можно решить, и мы поступили тоже так же. Перерезали трубки, вынули радиатор, потом на замену поставили другой, и с помощью резиновых патрубок и хомутов снова соединили трубки радиатора, и система работает хорошо. В некоторых сервисах вам скажут, что без снятия торпеды снять радиатор не получится. Такое часто бывает. Но если самому хочется разобраться, снимается радиатор печки без снятия торпеды или нет, снимаем обшивку и наблюдаем, где и как радиатор расположена. Если есть возможность снять ее, потом смотрим на трубки, разъединяются или нет. Если нет, тогда можно применить секретную технологию, которую я уже вам показал. Ну и сейчас хочу с вами попрощаться. И если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк, поделиться видео в соцсетях и подписаться на канал. Каждый ваш клик имеет для меня особое значение. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.